Для лобинского населения уже не в новинку быть участником таких акций, как кардиодесант, 5 миллионов здоровых сердец, онкопатруль, день здоровья. Проводятся они в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». На этот раз перед днем борьбы со СПИДом в самом центре Лобинска без направлений и очередей можно было проверить состояние своего здоровья и тем самым предупредить появление многих проблем. На первые планы основным мероприятием сегодня выходит профилактика. Это профилактика здорового образа жизни, это профилактика отношения к себе, как человеку, как личности, дабы сохранить здоровье. Вот один из дней здоровья сегодня посвящен профилактике ВИЧ-инфекции. Но эти акции проходят практически ежемесячно в крае, еженедельно в районах. И раз в квартал или раз в год по району вот такие показательные, как сегодня. Все желающие могли получить консультацию у лобинских врачей. Терапевта, педиатра, эпидемиолога, инфекциониста, дерматолога и многих других. Также на День здоровья приехали специалисты из Краснодара и Армавира. Я из Московского района, я узнал, что сегодня в Лобинске проводится День здоровья. И специально приехали сюда с мамой, чтобы врач нас специально проконсультировал. Маме 81 год, благодаря специалистам, хорошим специалистам из Армавира, чувствует она себя лучше. И мы благодарны городу Лобинску за то, что он проводит вот такую акцию. Для населения работал Центр здоровья Лобинской центральной районной больницы. На месте жители могли узнать индекс массы тела. Это поможет держать на контроле свой вес и предупредить такие заболевания, как ожирение или дистрофия. Любой участник акции мог измерить внутриглазное давление бесконтактным способом. Эта процедура не требует специальной подготовки. Делается современным аппаратом быстро и безболезненно. Также специалисты Центра здоровья напоминали населению, что после 40 лет осмотр у врача-офтальмолога нужно проходить регулярно. Одна из приоритетных задач, которые ставит Кубанское здравоохранение, профилактировать сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В этой связи в рамках Дня здоровья у населения района проверяли уровень холестерина в крови и глюкозы. Всего в этот день было проведено больше 500 консультаций и 800 обследований. Я просто услышала, что сегодня какой-то это будет. Думаю, я не знала даже. Слежу, люди идут, и я зашла сюда. Думаю, ну вот, в первую очередь попала на кровь. Думаю, проверю. У меня повышается, наверное, сахар, поэтому, думаю, проверю. Я без очереди и без ничего постояла. Что тут, две-три минуты готова. Спасибо большое. Жительница Лобинска Валентина Шорохова попала на День здоровья случайно, но многие посетили мероприятие целенаправленно. Мы решили прийти с Центра детского технического творчества со всем коллективом, со всеми педагогами посетить это мероприятие, поучаствовать в этой акции. Хотела бы проверить глаза, а я смотрю, тут еще на кровь сдают, на сахар. Праздник здоровья в Лобинске не ограничился лечебными и диагностическими мероприятиями. В акции задействовали молодежь. Студентов среднеспециальных учебных заведений проинформировали о том, что такое вирус иммунодефицита человека, какими способами передается и как избежать заражения. Для школьников подготовили спортивную программу, а для всех жителей и гостей города выступали творческие коллективы. Главная цель акции – привлечь внимание к своему здоровью. И организаторам это удалось.